Парк Горького Увы, остается только представить, насколько там все масштабно Зато можно посмотреть забор, он, к счастью, не закрыт строительными лесами А чтобы попасть, наконец, в парк, воспользуемся другим открытым входом Центральный парк столицы основан в 1928 году Свое нынешнее имя он получил спустя 4 года после открытия Территория гигантская, более 100 гектаров Нескучный сад и природный заказник Воробьевы горы являются его частью Парк Горького это действительно очень известное место Но, кстати, для тех, кто любит здесь отдыхать, это не всегда хорошо Сегодня здесь еще и платный концерт проходит, поэтому большая часть территории огорожена И туда можно попасть только с билетом Ворота на реконструкции, пол парка за сеткой Я вообще не понимаю, что здесь делаю Вот так и стояли у этой сетки десятки москвичей Остальные, вместо того, чтобы рассредоточиться по всей территории парка Концентрировались на немногочисленных газонах, которые не попали в зону отчуждения Вообще, если бы все эти ограждения не портили настроение, то можно сказать, что в парке приятная атмосфера Какая-то расслабленная Люди не стесняются быть собой и делать то, что хотят Валяются на газонах, катаются на роликах и велосипедах В парке есть прокат Очень много разных кафе со столиками на улице Какие-то затерялись среди деревьев, другие прямо на набережной Пока одни наслаждаются кофе или чем-то посытнее Другие танцуют здесь же, у берега Москварики Кстати, такое произношение Москварика в столице закрепилось еще с конца 19 века Так что будем следовать традиции До недавнего времени на берегу Москварики стоял макет знаменитого шаттла Буран Его перенесли на ВДНХ, но мы успели застать его здесь Сегодня последний день, когда в парке Горького можно увидеть знаменитый Буран Правда, уже в разобранном виде Сегодня ночью шаттл отправится на свое новое место обитания, ВДНХ Хотя это и макет, но очень впечатляющих размеров Его транспортировка на новое место превратилась в спецоперацию Вот так вот близко можно посмотреть детали, из которых состоял макет этого шаттла Буран И даже потрогать, пока никто не видел Разбирали его несколько дней, затем грузили на платформу, это происходило днем А перевозили уже ночью Как и в любом месте, здесь продают мороженое Правда, не любое, а фирменный пломбир Но нам, увы, он не достался Но бывает же неудачный поход, даже мороженого нет Пустые ящики, кошмар Как и не повезло с кукурузой Когда мы встали в очередь, она остановилась, но непонятно по каким причинам После всех сюрпризов в этот выходной день ждать никак не хотелось Но и ее, эту кукурузу Мне, как человеку позитивно мыслящему, очень хотелось найти что-то хорошее Добрели к фонтану, в окружении розового сада Следующий стендап мне помогал записать муж Правда, своеобразным способом Хоть одно место, которое не огорожено удалось найти И оно, на самом деле, оказалось довольно-таки красивым Но вообще, конечно, разочаровано Такой гигантский парк, весь огорожен Вообще никуда нельзя пройти Мороженого нет Очередь к кукурузе гигантская И она не движется, я не пойму, они там варят, что ли В общем, какой-то кошмар Большое преимущество этого парка Здесь много цветов, красиво оформленных клумб И водоемов, на которых живут уточки и даже лебеди А москвичи энергично крутят педали катамаранов Чтобы почувствовать себя ближе к природе и дальше от города Конечно, пруд небольшой для лодочных прогулок Но поверьте, когда вокруг все время Шум и суета столицы Оказаться на середине даже такого озера Очень приятно Тут, конечно, красивые места и природа и пруды небольшие Но, конечно, очень печально, что мы можем увидеть только частик Потому что большая часть парка, она огорожена И там проходит концерт, какие-то платные мероприятия Очень печально, что такой гигантский парк используют в коммерческих целях Хотя многие люди приходят сюда, чтобы погулять Потому что в Москве погулять в парке действительно это дорогого стоит В этом году сюда можно прийти не только со скейтом или роликами Но и с солнцезащитным кремом Здесь организовали такую загоральню Пляжем назвать сложно, потому что водоемы отсюда далековато А вот здесь очень много песка и предлагают приходить сюда загорать Вот такой он парк Горького Центральный столичный С громадными парадными воротами, которые можно и не увидеть С большой территорией, которая может быть закрыта для прогулок Но иногда здесь проходят и бесплатные концерты Тогда оцепление никто не устанавливает И можно гулять по всей большой территории Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин